Продолжение следует... Для буквы МИМ существуют три правила. Первый — ИХФА ШАФАВИ, второй — ИДГАМ ШАФАВИ, третий — ИЗГАР ШАФАВИ. Что касается ИХФА, ИДГАМ и ИЗГАР, мы про них уже с вами рассказывали. Говорили, что ИХФА — это скрывание, ИДГАМ — это слияние, ИЗГАР — это ясное чтение. Однако что такое ШАФАВИ? ШАФАВИ образуется от слова ШАФА. ШАФА означает губа. ШАФАВИ — то есть губной. Почему так называется? Потому что МИМ — это губной звук. Как мы с вами уже проходили в Махариджу ЛХУРОВ, что буква МИМ или звук МИМ образуется с помощью губ, с помощью смыкания губ. АМММ. И поэтому эти правила ИХФА, ИДГАМ и ИЗГАР называются таким образом ШАФАВИ. Для того, чтобы обозначить и отличить эти правила от предыдущих правил, которые связаны с НУНСАКИН и ТАНВИН. Имам Аль-ЖАМЗУРИ РАХМАХУЛЛАХ сказал ВАЛЬМИМУ ИНТАСКУН ТАДЖИ КАБЛЛАЛХИДЖА ЛА АЛИФИН ЛАЙИНАТИН ЛИЗИЛЬХИДЖА. АХКАМУ ХАСАЛАТАТУН ЛИМАНДАБАТ ИХФАУН ИДГАМУН ВАИЗГАРУН ФАКАТ. Смысл этих слов МИМ в случае СУКОНА встречается с буквами алфавита, кроме гласного АЛИФА для обладателей УМА. У него три правила для изучающих ИХФА, ИДГАМ и ИЗГАРУН, ограничимся в них. Первое правило ИХФА ШАФАВИ. ИХФА в арабском языке означает скрывание, то есть скрывать. ИХФАЮХФИ. ШАФАВИ, как мы уже говорили, это губное, то есть губное скрывание. В терминологии таджвида имеет такое значение, что если после буквы МИМ с СУКОНАМ приходит буква БА, с любой огласовкой, то звук МИМ произносится приглушенно, то есть скрыто, с нозализацией. Имам Жамзури РАХИМАГУЛЛАХ сказал. Первое ИХФА, когда приходит перед БА, и называется он у чтецов губным. Дорогие друзья, давайте сейчас рассмотрим примеры для этого правила. Первый пример. В данном случае у нас встречается МИМ с СУКОНАМ. После МИМа идет БА. Как мы уже с вами проходили, что если после МИМ с СУКОНАМ идет БА, значит МИМ у нас приглушается, то есть скрывается и произносится с нозализацией. ВАХУМ БИЛ АХИРАТИ ВАХУМ БИЛ АХИРАТИ Стоит отметить, что когда мы с вами проходили АЛ-ИКЛААБ, в итоге АЛ-ИКЛААБ и АЛ-ИКФА ШАФАВИ, они одинаковы. То есть по исходу они одинаковы. Когда мы с вами говорили про ИКЛААБ, говорили, что НОН меняется на МИМ. И потом МИМ скрывается и произносится с нозализацией. А в данном случае у нас уже МИМ имеется. И МИМ мы скрываем и произносим через НОС. То есть назальным образом. И поэтому здесь мы соблюдаем два шага. Первый шаг это мы скрываем МИМ. ИХФА. И второй мы делаем ГУННУ. ВАХУМ БИЛ АХИРАТИ И как я уже говорил, что между губами остается небольшая щель. ВАХУМ БИЛ АХИРАТИ Следующий пример. ДжАХАЗАГУМ БИДЖАХАЗИХИМ МИМ СУКОН. После МИМа идет БА. Также МИМ скрываем и произносим с нозализацией. ДжАХАЗАГУМ БИДЖАХАЗИХИМ ДжАХАЗАГУМ БИДЖАХАЗИХИМ Следующий, последний пример. ФААЛТУМ БИЮСУФ ФААЛТУМ МИМ САКИН Потом идет БА. ФААЛТУМ БИЮСУФ Дорогие друзья, на этом наш урок заканчивается. До новых встреч! ФААЛТУМ БИДЖАХАЗИХИМ